Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник Очень Многодетной Мамы и канал Мать-Героиня. Напоминаю вам о том, что у меня появился новый обзорный канал, который называется Галинка Малинка 2 Обзора. Ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях. Ну что ж, а мы, как говорится, поехали, поехали по Лёлькиным стопам. У Лёльки вчера был очередной стрим. И, ребят, вот о дураку, как известно, что в лоб, что по лбу, толку никакого выводов дураки никаких не делают, никаких и никогда. Вот Лёлька жалуется постоянно, что у неё вечная проблема с тем, как же ей найти помощников. Помощников найти ей крайне сложно. Никто не хочет, особо никто не горит желанием бежать к ней на работу. Ну, а те, которые приходят, да, они, так скажем, очень быстро осматывают удочки. Редкое исключение, такие, как Сергей Петрович, как Надежда, которые проработали, так скажем, чуть-чуть подольше. И, вы знаете, вот нет бы делать какие-то выводы, да, почему люди не хотят у тебя оставаться, почему люди бегут от тебя. Нет, Лёлька идёт дальше. И, вы знаете, просто буквально себя засыпает по голову вот песком. Ну, это какая-то ненормальная ситуация. То есть, если предыдущий стрим Лёлька сидела, тёрла свой красный нос, заливалась слезами, то здесь она решила подурковать. Ведёт себя как просто, знаете, какая-то ненормальная, неадекватная женщина. И вместо того, чтобы как-то, знаете, начать стрим нормально, она сидит и начинает стебать людей, которые писали, выкладывали, значит, в социальные сети, выкладывали свои резюме, дабы их, ну, так скажем, взяли на работу, да, предлагали себя в качестве работников. И вот Лёлька ничего умнее не нашла, чем вот просто сидеть, стебать людей, которые готовы идти на работу. Вот скажите, пожалуйста, увидев её вот такое вот скотское-свинское отношение, кто к ней вообще пойдёт на работу? Никто. К ней и так никто идти не хочет. К ней и так приезжают только ради, наверное, того, чтобы просто посмотреть, что это за такая Лёлька, вот на самом деле, да, как там всё происходит и так далее. Но никто не горит желанием у неё оставаться. И вот она сидит ещё стебёт людей, хочется сказать, боже мой, чем ты лучше кого-то, да? Но Лёля считает, видимо, что она лучше. Лёль, а что есть у тебя? Вот у меня всегда вопрос, да, особенно когда начинают писать про зависть, ещё про что-то, что есть у Лёльки? Вот отберите у неё этот Ютуб и всё, друзья мои, и всё. Им тогда вместе, всем вот этим табором придётся идти и садиться куда-нибудь на паперть возле церкви, или идти куда-нибудь, знаете, там, к электричке, к автобусу, к общественному транспорту, в переходы и просить деньги. Без Ютуба они никто и звать их никак. А уж без донатов ютубовских Лёлька вообще загнётся просто. Просто действительно у неё, знаете, будет маячить палату номер 6. Она и так ей сейчас маячит и сигнализирует во всём, учитывая особенно, какое её поведение. Её поведение просто ужасное, оно меняется постоянно. Ведёт себя данная женщина абсолютно неадекватно. Далее. Далее сидит, ребят, ну, типа, да, да, я сегодня в игривом настроении. Мне кажется, её настроение, знаете, сегодня возможно, конечно же, на самом деле хорошее, из-за того, что Лёлька съездила в город и смогла сходить в салон красоты, и ей там, так скажем, обновили цвет её волос, а также подстригли её, да. Ну, а может быть, просто Лёля пытается, пытается показать, что смотрите хейтеры. Несмотря на то, что вы там против меня собираете, я, да, я вот такая вся довольная, счастливая, у меня, мол, всё хорошо и всё замечательно. Ну, что ж, как говорится, посмотрим далее. Далее. Далее призналась, говорит, а я бы сегодня на стрим к вам и не пришла, а если бы не сено. Вы знаете, вот она это говорит, и ей даже не стыдно произносить подобного рода вещи. То есть она уже не то, что даёт понять, она уже в открытую своим хомякам говорит о том, что если бы мне не нужны были деньги на сено, манала я вас всех, да, как говорится, я бы к вам даже бы не пришла на стрим. Ребят, представляете, это уже просто, это, это что-то с чем-то. Но, с другой стороны, Лёлины обожатели, Лёлин, вот этот вот электорак, они заслужили подобного рода отношения, но раз люди сами себя не уважают, то почему их, собственно, должна уважать Лёлька? Тоже не должна. Я, говорит, вы знаете, сегодня всё успела сделать, потому что, говорит, ко мне приехала Светочка. Ребят, ну, неудивительно. Могу себе представить, Светочка там скакала, работала, как говорится, из-за себя, из-за того парня, по дому, да, готовила, стирала, убирала, нажарила даже, как Лёлька сказала, вкусных котлет. Ну, вот Лёлька, наверное, только лясы точила и больше ничегошеньки не делала. Ах, ну да, ну да, мы забыли, Лёлька сказала. Я сегодня намотала аж целых 320 километров. Лёлька, бешеные собаки, 7-верстный крюк, так и тебе, это точно. И вы знаете, вот Лёлька рассказывает о том, что... А, кстати, ребят, вот смотрите, на что я обратила внимание, да? Лёля вот постоянно говорит, показывает, да, значит, вот как Света приезжает, начинает что-то там готовить. Вот то, что Лёлька готовит, мы с вами вообще практически никогда не видим, чтобы она вообще что-то готовила, да? А тут, как только Светочка приезжает, Лёлька начинает открывать крышки кастрюль и начинает нам показывать, а вот мы сегодня приготовили, а вот мы сегодня приготовили. Вы знаете, меня, во-первых, бесит вот это вот мы сегодня приготовили. Что значит мы? Я понимаю прекрасно, если приехала Света к ней, соответственно, готовит Света. Зачем ты, да, как говорится, пытаешься присоседиться к чужому труду и говоришь мы, если ты к этому труду не имеешь абсолютно никакого отношения. А теперь вспомните, друзья мои, как Леля нам рассказывала о том, что вот первая свекровь, вот мать Бориса, она, значит, вся из себя была такая плохая по отношению к Лелечке, Лелечку не ценила, Лелечку не любила и даже почти ненавидела, но все-таки единственное качество было, за которое она очень сильно уважала Лелечку. Не поверите, а это именно умение готовить. Ребят, когда я это услышала, я очень долго смеялась, мне просто стало интересно, каким образом девушка, которая в 14 лет начала гулять с женатым взрослым мужиком, да, уже успела, как говорится, научиться готовить огромное количество блюд, да причем готовить так, чтобы потрясла мать Бориса своими кулинарными способностями. Так вот, Леля говорила о том, что да-да-да, свекровь меня ценила только за то, первое, что я умела прекрасно готовить. Ребят, вы знаете, вот по факту, а по факту давайте смотреть, Лелька готовить вообще не умеет, готовить она практически ничего не готовит, и она любые чужие котлеты, вот кто бы не приготовил, да, Надежда, Света, девчонки, еще кто-то, да, любые чужие котлеты, гуляш, что-то там еще, для нее это просто шедевр кулинарии. И это учитывая, ребят, что у нее 10 детей, вот мне, да, казалось бы, в таком случае, вот что ты врешь, что ты сочиняешь, мы прекрасно понимаем, что готовить ты не умеешь совсем. Ну нет, здесь вот она рассказывает, да, о том, что вот она тоже со Светочкой вместе готовит, ну и, конечно, смешно, когда она рассказывает о том и говорит, что вот, мол, я сегодня все успела, ко мне приехала Светочка. Так ты и скажи, я сегодня поперлась в город, потому что мне надо было съездить по поводу опять машины, да, мне кажется, это вообще просто очередной предлог, дабы просто свалить из дома. И скажи, что я захотела сегодня поехать в салон красоты, покрасить волосы, а также сделать себе стрижку. Все, а успела ты сегодня, а что тебе успевать-то? Работник на хозяйстве есть, в доме Светочка есть, дети старшие есть, что тебе делать-то? Вот она и катается, мотается 320 километров туда-сюда, обратно. Для нее это кайф, поэтому, возможно, у нее именно по этой причине было хорошее настроение. Далее Лелька нацепила на себя какое-то платье и говорит, что это платье просто для нее вот такая самая настоящая находка, потому что благодаря этому платью Лелька нашла у себя талию. Ребята, я долго смеялась, потом, когда Лелька вставала от компьютера, я пыталась увидеть, я пыталась, знаете, тоже вот как-то увидеть вот эту Лелькину талию, но ее найти так у Лельки и не смогла. Но Лелька сказала однозначно, что Лелька уверена, что у нее все-таки есть талия. Ну что ж, как говорится, пусть будет так. Далее. Далее, говорит, ей стали задавать вопросы по поводу мужчин, ну, естественно, по поводу детей, и ей задали вопрос, а вообще готовы ли вы родить еще ребенка? Она говорит, да. Несмотря на то, что я очень много устаю, говорит, я готова рожать еще. Вот скажите, пожалуйста, вот это нормальный разве, адекватный человек, да? То есть ты нам через день показываешь свои слюни, сопли, слезы, как ты устаешь, как ты зашиваешься, что это просто невозможно. Это мега очень трудно иметь 10 детей, ну, понятное дело, кто-то уже взрослый, а не суть важна, вообще, общее, да, 10 детей у нее. Но тут же ты говоришь о том, что, отвечая на вопрос, а готовы ли вы еще рожать детей, ты говоришь, да-да, я вообще хочу, я вообще готова. Вот скажите, нормальный человек разве будет себе опять вешать еще больше на себя, нежели он в состоянии унести? Нет, конечно, нет, конечно. Нормальный человек скажет уже, все, достаточно, да, зачем? Я свою миссию выполнила, у меня, блин, 10 детей, это нет, опять готова рожать. Вы знаете, было бы сейчас от кого рожать, она бы родила. Ну, хотя, в принципе, Шурик у нее есть, но неизвестно, что там может Шурик, не может Шурик, да, может быть, у них там какая-то несовместимость, а может быть, вообще, просто, в принципе, Шурик-то и не готов, как говорится, делать детей, а может быть, Лелька тоже прекрасно понимает, что это придется ей еще и ребенка содержать, и что делать. В общем, не знаю, хотя, ребята, мне кажется, если бы она могла родить, она бы даже вне брака родила бы, и от этого Шурика, и без проблем, я думаю, для нее это был бы огромный плюс, потому что она бы могла, типа, вот этим ребенком новым тыкать всем своим вот этим вот обожателям-хомякам и кричать, как вы еще не сдали деньги, иначе мне не на что будет кормить вот моего вот этого маленького ребенка. Кстати, Лелька призналась, друзья мои, что на самом деле она настолько святой человек буквально, что, знаете, некий бывший хейтер, опять же, не ее бывший хейтер, да, не тот бывший хейтер, который ей там высылает по рублю, по 10 рублей, да, а вот бывший хейтер неких блогеров многодетных, которые, значит, состоят в секте, ну, там, в какой-то там секте, я не знаю, могу предположить, что это мои подопечные Колесниковы, либо это могут быть Бровченко, либо там могут быть Жуковы, да, там еще кто-то понятия не имеет, Жуковых я не смотрю, но в любом случае, в общем, некий бывший хейтер с Лелькой накануне общался целых полтора часа, а Леля говорит, мы так хорошо поговорили, и человек сказал, что вот, я был хейтером, потом я все пересмотрел, посмотрел на эту семью другими глазами и понял, что я все делал не так, жил не так, я так понимаю, ребят, не было никакого бывшего хейтера, никаких там, знаете, ни Колесниковых, никого другого, уверена, что просто не было, по той простой причине, что мне кажется, эта Лелька, знаете, специально вот эту тему начала мутить, дабы попытаться хейтеров своих же, так скажем, ну, попытаться, да, их перевести на свою сторону, мол, посмотрите, посмотрите, не делайте так, я вот почему-то, знаете, друзья мои, считаю, что человек, который понял, что из себя представляют вот такие вот люди, которые паразитируют, да, по жизни, как Лелька, как Колеса, как вот эти вот, да, люди прекрасно понимают, что это за люди, и, как говорится, ну, никто не пойдет обратно, вот, к Лельке писать ей дифирамбу после того, как люди в них уже разочаровываются, никто, потому что чем дальше, как в сказке, тем страшнее, чем дальше, тем больше Лелька начинает наглеть, просить, ничего достойного в ее поведении абсолютно нет, абсолютно ничего достойного, поэтому мне кажется, что все вот эти вот сказки про бывшего хейтера, с которым она вчера прообщалась полтора часа, это действительно самые настоящие сказки, ну, и потом, вы знаете, вот мне так смешно становится, да, то есть она сначала, вот она сама себе противоречит, она сначала говорит о том, что, боже мой, я ничего не успеваю ни поесть, друзья мои, она не успевает ни попить, ни поспать, да, ни в туалет сходить, но при всем при этом она успевает сидеть на стримах по два, по три, по четыре часа, при всем при этом она, по ее же словам, успевает по полтора часа общаться вообще с некими незнакомыми людьми, ну, согласитесь, как-то все это, конечно, странно, и, и да, кстати, и да, и опять начала вот эти разговоры подпитывать о том, что она беременна без мужа, а ей кто-то написал, говорит, а что вы можете, мол, типа родить без мужа, она говорит, а что женщина без мужа родить не может, слушайте, ну, по идее может, конечно, да, но с другой стороны, ладно, женщина может родить без мужа, а хочется у Лёльки спросить, Лёль, а у тебя-то какая необходимость рожать вот без мужа, да хоть с мужем, хоть без мужа, у тебя уже 10 детей, неужели ты собираешься в дальнейшем выходить замуж и рожать каждому мужчине по ребенку, да, то есть, ну, Лёлька на этом не остановится, по ребенку она не остановится точно, если первому она родила троих, и то только потому, что он ей вовремя сказал так, стопы, больше я детей не хочу, ну, а второму вообще родила семерых, а если бы они по сей день продолжали бы жить с Женькой Б, я уверена, она бы продолжала бы сейчас от него рожать детей без проблем, ну, а потом стонать и рассказывать, как ей плохо, как ей тяжело, помогите, спасите все, давайте срочно сбрасывайтесь ей деньгами, В общем, вы знаете, вот этот ее очередной стрим был, так скажем, ну, не то, что продолжением предыдущего стрима, но она всем хотела показать, что на самом деле ее не сломить, у нее прекрасное расположение духа, она прекрасно себя чувствует, прекрасно выглядит, пыталась ловить на себе восхищенные взгляды, когда ей писали мужчины в чате, она начинала с ними заигрывать, то есть мужчина ей еще не успевает ничего написать, да, там, ну, что-нибудь вообще пишет такое нейтральное, на что Лелька тут же начинает кричать, а что, а что, это вы меня к чему-то, мол, типа, пытаетесь подвести, мол, типа, вы что мне тут делаете комплименты, Лель, успокойся, боже мой, почему же ты так реагируешь неадекватно на мужской пол? Неужели у тебя такая нехватка мужиков была всю жизнь? Ну, это какая-то ненормальная ситуация, мужчины с женщиной, Лель, представляешь, могут просто общаться, и вовсе не обязательно любой вопрос, да, вот, вот, представляете, у Лельки мужчина спрашивает, здравствуйте, как ваши дела, как вы себя чувствуете, как вы поживаете, вот просто какие-то элементарные вопросы, да, задает Леля, а Леля тут же начинает, да, а с какой целью вы интересуетесь, а что вы хотите этим сказать и так далее, Лель, да никто тебя не пытается уложить в постель, ты, по-моему, сама бежишь впереди паровоза и готова любого мужика, который в штанах попадается на твоем пути, уложить его в постель и тут же женить на себе, и тут же нарожать ему еще огромную кучу детей, в общем, ребят, бред самый настоящий, сразу видно, что женщина никогда не была, так скажем, знаете, никогда у нее не было много мужского внимания, и вообще, наверное, внимание как такового от мужчин она никогда не получала, потому что она, ну, неадекватно себя ведет по отношению к посторонним мужчинам, даже не понимает элементарных вещей, что между мужчиной и женщиной может быть просто нормальное дружеское человеческое общение, вот просто нормальное общение, без каких-то там, знаете, вот этих вот, не строить глазки, да, не пытаться как-то сразу, я не знаю, лезть куда-то в штаны или еще что-то, ну, видимо, для Люльки это огромная целая проблема, друзья мои, вот такой у меня получился обзор, пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии, ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю всего самого наилучшего, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья, ну и, конечно же, всех тех, кто подписывается на канал, всех, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока!